всем привет это стас и я продолжаю играть в факторию и я тут весь лес потравил который тут есть с таким вот результатом и все хорошо кроме того что нужно выбрать место для того чтобы начинать переработку нефти из прежде всего конечно для этого нужно решить а где ж именно расположить хранилище нефти и средства его переработки этого самого сырья нефтяного и первую очередь надо конечно скрафтить то чем перерабатывать и то где хранить где хранить у меня тут два танка то есть два бака наверное их мало можно скрафтить больше это будет неплохой вообще на самом деле вариант когда у вас очень много хранится нефти потому что она добывается медленно и большой буфер позволит не так сильно страдать от того что она медленно добывается поэтому я скрафчу некоторое количество этих баков вот их может быть больше чем нужно но они пригодятся и прежде чем конечно начинать их ставить нужно сначала поставить то что перерабатывать нефть чтобы получше разместить то где она хранится потому что у нас вот эти вот месторождения нефти они будут вскоре не самыми основными потому что они израсходуются и будут давать нефти мало поэтому нам нужно будет добывать нефть еще где-то так что сразу четыре средства переработки химические лаборатории но пусть еще одна будет и пойдем искать место да и как раз тут ночь наступила неприятно думаю в темноте это смысла делать нету подождем пока наступит день и пока я ждал у меня произошли какие-то изменения в дереве исследований то есть появились новые технологии которые можно исследовать и ну можно с автоматизации 3 разобраться наконец-то у нас есть все ресурсы для этого так тут у нас стали плавиться в старых маленьких печках которые можно будет обновить как нибудь но это потом сейчас мы все-таки ждем пока наступит утро или хотя бы начнет наступать но я думаю что она уже начинает наступать поэтому мы пойдем и найдем наш берег местного озера чтобы узнать их тут что удобно размещать нам удобно разместить эти большие машины для переработки нефти где-то возле воды и так чтобы у них с одной стороны входило с другой стороны выходила я думаю что вот здесь мы их и разместим одну через одну клетку вторую и так далее конечно чтобы правильно соединить нужно взять трубы о чем я забыл позаботиться заранее нужно было это сделать еще между эпизодами чтобы никого не мучить вот этим вот так наступил день и мы можем продолжать нашу работу так также нам нужно будет помпа 1 не тоже скрафтим но же нет собой а нет есть у нас одна помпа собой так поставим ее сразу здесь и здесь настроим продвинутую переработку нефти так и вода у нас будет шуровать вот сюда везде одинаково и точно так же на последней которая четвертая хотя может быть конечно это кажется слишком избыточным производством но кто знает а вдруг пригодится именно столько всего вот и по обычной схеме которая позволяет параллельно все питать без всякой ужасной путаницы в трубах мы их все соединяем просто самого начала четыре штуки нефти точно так же с водой так 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 а еще одна нет четыре штуки а вот здесь здесь и здесь и соединить конечно это с нашей помпой помпу к сожалению неудобно поставил может и переставить куда-нибудь например можно и здесь поставить так будет намного лучше когда мол так сможем соединить все и будет все в порядке также здесь конечно нужны столбы с электричеством чтобы эта штука могла работать когда будет готова и поставим сразу лампочки сюда почему бы и нет вот так вот три штуки и тут живут все освещено и где теперь хранить нефть нефть можно хранить здесь рядом поставить не знаю 6 таких баков и пусть она там хранится значит вот на этом уровне мы и поставим это все так сюда 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 вот сюда да и таким образом мы сможем это все соединить замечательно и теперь собственно к добыче у меня для добычи есть где-то эти памп джеки которые я крафте вот 7 штук но пока 7 штук хотя тут можно разместить больше их нужно как-то разместить так чтобы можно было ими пользоваться так 3 4 5 6 и 7 и теперь их надо как-то трубами соединять трубы 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 сюда сюда можно дальше здесь можно под землю его провести будет так вот сюда здесь не обязательно здесь можно обычную трубу здесь значит у нас все соединяется здесь 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 и здесь вот так и вот здесь теперь мы как-нибудь соединим это с помощью подземных труб здесь наверно чтобы можно было пройти также здесь и последнее неудобно получилось оставить здесь вот так конечно и здесь можно еще ходить так ставим теперь где-нибудь столбы вот так можно вот так вот здесь и последнее по моему покрывается уже не давайте проверим с помощью установки еще одно столба как работают все кроме этого вот на столбов нужно больше чем я думал так она начала качать сейчас она наполнит трубу а дальше эту нефть нужно доставить к месту употребления то есть в баке так прежде чем это делать наверно пробежимся посмотрим где должна кончаться труба так не рекомендую пользоваться одиночными трубами потому что подземные трубы получаются лучше эффективнее из-за того что я считает одним куском трубы вместо пяти так сюда и вот так замечательно все пошел качаться и не на у нас накапливается вот здесь теперь продукты переработки нужно будет тоже разместить каких-то баках чем сразу сделаем одну вещь очень необычно для нас потому что у нас вроде бы как и так есть уголь но я собираюсь также использовать нефть для получения твердого топлива которая будет нужна не только для того чтобы питать всякие горючие питать всякие устройства которые потребляют горючие материалы но и для того чтобы крафтить потом ракетное топливо так и значит выхода шнода все таки сделать что выходы для этой нефти для легкой нефти и такая же для газа конструкция только более длинная и у нас опять закончились исследования логистику 3 давайте логистику 3 мы уже идем к концу наших технологических цепочек всяких научных так что разместим вот здесь наверное нашу тяжелую нефть она же heavy oil здесь она размещу легкую нефть и здесь размещу газ вот так вот и соединяем все это трубами сюда но пойдет здесь мы тоже самой обычной схемой масштабилового расположение труб соединяем здесь здесь вот так вот здесь можно наверное сделать как-то так нет тут можно без трубы быть так вот мы сделаем здесь поставим подземную так и последний газ той же схемой соединяем здесь вот и последний кусок вот сюда так начинается переработка всего нашего с накоплением ресурсов дальше из тяжелой нефти мы должны будем делать во первых лубрикант которые потребуются для производства электромоторов вот во вторых из него можно будет из лишних запасов делать снова легкую нефть а дальше нужно подумать из чего выгоднее делать твердое топливо так и ну дальше буду наверно по порядку ворота ворота которые мы пока не будем использовать и так далее наступит он и газ купится и теперь за него можно делать те же самые батарейки например и здесь еще одно месторождение нефти очень неудобно расположен будет возможно мешать в будущем хотя если постараться можно и не страдать из-за этого так теперь мне нужно остановиться и подумать конечно в первую очередь нужно заняться производством пластика пластик делается из угля и что-то там до петролевый газ нужно ли его располагать здесь это производство или где-то можно еще поставить думаю что можно и здесь а можно и там но выгоднее наверное все таки его поближе к вот этой вот линии сделать для этого нужен уголь моего здесь сплиттером заберем нет мы здесь его сплиттером не заберем это была ошибка здесь плита нужно ставить вот здесь вот так вот и отведем в сторону вот здесь пусть он здесь под землей пролезет выйдет с другой стороны здесь нужно все продолжить иначе мы тут неизбежно когда-нибудь все запутаем начисто дальше едет здесь здесь дальше едет железо здесь тоже их смотря предыдущий эпизод пока его монтировал я нашел что у меня здесь стоит неправильная настройка вот этого вот канавеер так теперь по нему все поехало это значит что микросхемы будут делаться в норме как положено и здесь продолжаем тоже подземные канавееры сюда вот и здесь можно продолжать тоже сюда сюда кончились пойдем за новой порцией идем и думаем дальше у нас будет пластик и можно будет сразу заняться красными микросхемами что позволит нам автоматизировать производство тех же самых печек вот печки нам потребуется хотя их кажется что не очень больших количествах я не думаю что мы выйдем за количество в несколько сотен но хотя бы в полторы сотни наверно полторы сотни даже много хотя кто знает что мне в голову придет еще вот здесь у нас значит уголь и весь у нас второй конец меди так все вышло значит пластик будут делать две машины наверное сюда значит будет у нас попадать уголь а нет не так так не получится хотя можно и завернуться и все-таки использовать эффективно вот это место я попробую сделать по хитрому значит одна машинка вторая машинка думаю двух хватит или не мелочиться сделать он производится довольно таки быстро но и потребляется он тоже и временами по-быстрому то вот в чем дело поэтому я не уверен нужно просто оставить на место чтобы не сломать все это дело пусть она работает пока в двух экземплярах но в случае необходимости нужно будет как-то это сразу сделать расширяемым поэтому главное не поставить что-то слива от такого вот механизма так и дальше нужно не спутать вот эти трубы с трубами которые здесь будут добывать нефть что довольно таки трудно сделать так у нас газ здесь давайте попробуем газ потянуть в нашем симуляторе бессовестных добытчиков всех ресурсов так раз и еще вот здесь она уж вмешаться надо не будет будет мешаться печками если мы захотим больше делать камни поэтому нужно как-то отмерить чтоб можно было поставить в разу больше печек вот и здесь мы повернем наверное вот и потом конечно забудем что мы хотели здесь оставить возможность что-то расширять как обычно в этих случаях и бывает вот сюда пошел газ и теперь осталось только вот здесь поставить то что будет класть сюда уголь быстро очень потому что он работает по моему очень быстро и поставить сюда столб с питанием и теперь с другой стороны наверное я буду вынимать такими же вынимателями быстрыми продукцию на конвейер который поедет вот так что довольно таки необычно да обычно мы делали в другую сторону все то есть с той стороны которая дальше дальше по ходу конвейеров всех здесь мы решили сэкономить место вот таким образом и здесь столб и столб и столб а со столбами тут не так просто так пластик пошел в больших количествах и это хорошо что теперь можно сделать с этим пластиком я хотел красные микросхемы для чего нужны медные кабеля как там у нас было сделано здесь у нас было сделано избыточно по кабелю вот наверно повторим этот механизм почему бы и нет ведь он хорошо работает уже так что кстати надо подумать про уголь еще немножко что еще из этого угля делается взрывчатка наверное делается из угля да да угля из серы делается взрывчатка уголь для батареек не нужен уголь для серы не нужен почему красные микросхемы кстати да потому что я хотел делать делать печки чтоб избавиться от вот этой вот линии с кирпичами вот стены можно там делать из кирпича и можно делать бетон а мы его еще не исследовали вот мы наверное его исследуем вот он этот бетон он делается из воды и железной руды как я и говорил это меня забавляет значит воду мы знаем где взять мы знаем где взять железную руду она у нас тут есть она у нас тут ездит и мы ее можем даже как то тут провести по хитрому да наверное может и не стоит конечно прямо отсюда может быть стоит подумать об этом чуть позже с другой стороны хочется уже сейчас хорошо бегать так что вопрос сложный получается с этим бетоном так что ладно пока на это забьем и займемся все таки нашими микросхемами так давайте еще продолжить чуть-чуть тут вот так вот и для микросхем нам требуется какие-то зря значит медь поехала а микросхем этих нужно будет огромное количество по сравнению с тем что у нас раньше называлась огромными количествами это огромное количество намного больше поэтому я опять поставлю 8 как и там таких машин вот и мы будем пытаться как-то так сделать чтобы оно работало достаточно хорошо и у нас нужны insert срочно в количествах пока они у нас не кончились так поехали это медный провод будет и будет машина которая крафтит эти красные микросхемы из пластика медных и электрических схем зеленого цвета значит три компонента это значит что нужно поставить вот так все здесь мы поставим а тут кстати медленные вставщики обычные пойдут вполне отлично но они у меня кончились так сумбурненько бежим дальше и берем эти вставщики я забыл где они лежат вот они вот их пока произведут и нужно будет срочно заняться также серой и делать батарейки уже тогда мы перейдем к тому чтобы делать аккумуляторы аккумуляторы позволят нам довольно таки скоро заняться солнечной энергетикой вместо обычной угольной это даст нам возможность во первых экономить электричество угольное во вторых таким образом мы сможем нарастить наши энергетические возможности вот здесь у нас едет продукция в обратную сторону будут ехать наши микросхемы с пластиком значит пластик и микросхемы микросхемы здесь так вот здесь дальше все нормально едет с микросхемами получается весело значит эти красные будут ехать рядом а вот эти вот каким-то образом должны попасть давайте тогда не торопиться они должны здесь рядом появляться вот эта линия значит вот так вот здесь придется что-то придумать видимо видимо либо здесь хитрая конструкция должна быть типа вот такой вот например здесь наоборот так так сюда приезжает сюда будет приезжать пластик это мы убираем пластик вот отсюда тоже со сплиттера уйдет в ту сторону теперь посмотрим можно ли здесь нормально проложить остальные линии значит тут рядом должен ехать уголь и он отлично едет остальное я думаю поместится тут уже больше ничего нет так пластик и микросхемы едут сюда нужны теперь вот такие вот длинные руки так 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 и вот так и все это нужно обставить проводами провода здесь 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 снова и у нас кончились эти самые столбы мы делали как раз электрические столбы из стали которые призваны заменить наши деревянные столбы те их собой и буду носить теперь вместо тех у них немножко больше радиус действия вот и я думаю что с помощью них можно добиться намного более компактных наверное установок но как правило получается так что видите можно вот здесь или вот здесь поставить столб поэтому если вы ими пользуетесь у вас будут несимметричные установки вот этих вот вы не мальчиков самых разнообразных типа вот так но если вы хотите оставить все симметрично вам придется смириться с тем что у вас будет избыток столбов думаю понятно объяснил и поставим лампочки еще чтоб тут было не страшно ходить ночью так так и теперь это все нужно настроить и проверить что оно таки работает так 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 хорошая вещь скопирование настроек и точно так же вот здесь готова наша вся система красных микросхем заработала вот производит она наверное одну микросхему в секунду ну в среднем и эти микросхемы едут вот сюда и здесь нужно как-то так сделать чтоб они все-таки уехали да как-то так но по-моему так оно не будет работать видите они не ездят что печально значит можно вот здесь вот сделать подкоп вот таким вот образом а здесь просто она повернет и поедет дальше вся эта линия теперь у нас красные зеленые микросхемы и здесь все остальные материалы едут вполне себе а здесь нужно будет поставить конечно подземные ленты вот наш огромный потребитель лент конвейерных ну все конечно дело в этой схеме хотя мне кажется что в любом случае требуется не меньше лент возможно даже иногда больше чем потребляет моя схема которую я использую так сотни тысяч лент вернулись назад и все заделали так не так и не так не так вот так нужно быть аккуратным и не накидать на лишние ленты ничего лишнего так 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 и вот так все механизмы готовы красные схемы делаются можно подумать о печках печки делаются из стали кирпича вот стали кирпич тут рядом есть значит можно попробовать сделать вот такую вот из городскую схему в которой значит это вот будет съезжать на один конвейер вот так вот и потом будут добавляться красные микросхемы так что дальше полет хорошо без вопросов хорошая вещь этот ваш полет значит здесь можно вот так вот сделать думаю что и здесь рядом будут ехать красные микросхемы да даже вот здесь и там у нас будут делать печки наши машинки здесь мы спокойно выходим дальше так кирпич а сталь надо чуть чуть раньше это сделать было вот так здесь подземка вот так вот точно тоже здесь кстати говоря а ладно и на бразии во всем все едет дальше готово также нам нужно серо обязательно для производства серы нужна вода и газ воду и газ можно делать использовать прямо здесь так что не вижу проблемы начать производство серы вот здесь а потом протянуть ее вон туда так стоп мы сначала еще печки должны закончить печки делаются из трех компонентов насколько мы поняли сразу так что поставим сразу одну машину которая будет делать печки машина это будет синяя и сюда все складывается сюда ставим столбы эти столбы можно провести а не можно тут провести столбы со столбами тут все неудобно так заработала и извлекатель продукции в сундучок вот возможно что то еще делается из похожих компонентов например стали и кирпича надо сейчас посмотреть что это может быть по моему одним из таких рецептов был у нас рецепт подстанции нет для подстанции нужно еще иметь вот так что возможно стоит как то вот здесь добавить медь и тогда мы сможем компактном здесь рядом поставить машину которая будет крафтить подстанции для этого нужно кое-что извернуть тут тут это убрать здесь ставим подземный здесь она едет вот сюда здесь мы ставим подземный ну вообще зашибись так красная мира схемы медь кирпич только лишний едет кирпич это плохо что он тут едет ставим вторую машинку которая делает из трех компонентов подстанции придется здесь смириться с тем что некоторая часть кирпича лишнего будет валяться на конвейере с другой стороны можно будет поставить в конце еще одну машинку которая будет крафтить стены например это вообще уже по моему какой-то изврат с компактности ступ и здесь инструмент который вынимает сундучок и будет делать нам один стек подстанций которые являются очень удобными при установке наших солнечных электростанций на самом деле у них тонкие большая площадь покрывается вот это позволяет кучу солнечных панелей в округ размещать солнечные панели тоже нам нужны конечно же и мы скоро к ним приступим но это будет уже в следующем эпизоде наверное а пока что ждите следующего эпизода ставьте лайки подписывайтесь и хотя я иногда бывает перестаю регулярно выкладывать видео это не значит что я куда-то пропал я пока что еще вполне себе живой и здоровый всем пока